Здравствуйте! Это информационная программа «Новости 24» в студии Хадижа Курбанова. И прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Забила до смерти. Четырехлетняя девочка в Дагестане погибла после побоев мачехи. Спасли жильцов от пожара. Сотрудники ГАИ Каспийска своевременно потушили огонь. Последствия могли быть ужасающими. Поможем детям войти в мир знаний достойно. Акцию «Собери детей в школу» проводит благотворительный фонд «Инсан» в поддержку малоимущих семей. Жуткое преступление раскрыто в Дагестане. Четырехлетняя девочка погибла после побоев мачехи. Полицейские выяснили, что в начале года 36-летняя жительница поселка Сулака избила пачерицу у себя дома. Ребенка госпитализировали, но спасти ее не удалось. Через несколько дней девочка скончалась. Эксперты выяснили, что ребенок был травмирован неоднократно, получая удары тупым предметом по голове. Также на разных частях тела были обнаружены следы старых побоев. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Следственному органу Следственного комитета Российской Федерации по испорке Дагестан предъявлено обвинение 36-летней жительнице поселка Сулак Кировского района города Махачкалы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренной частью 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. По ходатайству следствия в отношении обвиняемой избрана меры пресечения в виде заключения под стражу. Данное преступление раскрыто благодаря слаженной работе следствия во взаимодействии с сотрудниками Уголовного кодекса Республики. В Буйнакске школьники осквернили памятник скорбящей матери. А как сообщает МВД по Республике Дагестан, школьники собрали разбросанные поблизости полиэтиленовые пакеты, подожгли, а затем подкинули на монумент, залив голову статуи, расплавленной жидкостью. Полицейские уже установили личности шестерых несовершеннолетних и провели с ними и их родителями разъяснительную беседу. За короткое время также памятник был проведен в надлежащий вид. Чтобы избежать повтора подобного случая, власть будет рассматривать вопрос установления рядом камеры видеонаблюдения. Ну а в Каспийске полицейские предотвратили пожар в жилом доме. Загоревшийся электрощит заметили сотрудники ГАИ Мурат Курбанов и Магомед Умаханов. Если бы не они огонь мог распространиться и охватить другие здания о своевременной помощи и героическом поступке, полицейских расскажет Луиза Раджабова. Осторожно, салют, но не праздничный. Горящий электрощит в жилом доме дал знать о себе сразу. Яркие искры и хлопки увидели работники соседнего детского сада по камерам видеонаблюдения. Потрадать могли как жильцы дома, так и соседних строений. У нас везде есть видеонаблюдение. Близлежащую территорию мы видим на обзоре. И, соответственно, сотрудники нашего детского сада обнаружили ЧП в жилом доме, который находится рядом с нашим детским садом. И стали бить тревогу. Позвонили старшему инспектору Курбанову Мураду. Благодаря его быстрой инициативе работники тут же прибыли. И молодой человек быстро зашел в эту опасную зону, отключили и, соответственно, устранили эту неполадку. Ко мне поступил звонок от заведующего садика, что вблизи территории садика возгорание жилого дома. После чего я незамедлительно принял меры, отправил в ближайший наряд ДПС. По прибытию на место происшествия наряд ДПС принял незамедлительные меры и устранили возгорание. Магомед Умарханов в тот день патрулировал данный район. Услышав о горящем электрощите, он немедля забежал в подъезд многоквартирного дома, откуда и клубился дым. Когда я забежал вовнутрь подъезда, там уже подъезд сгорел, хлопки, изрывы. Нашли рубильник, ели, как нашли в дыму этот. Нашли рубильник, выключили в этом здании, был рубильник, выключили, короче, устранили причину возгорания. Жрецы дома искренне поблагодарили своего спасителя. Однако старший сержант полиции Магомед Умарханов таковым себя не считает. Отметив, что помогать попавшим в беду – его долг, как профессиональный, так и человеческий. Луиза Раджабова, Дауд Касанов, новости ННТ, Каспийск. В Дагестане управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей после жалобы жильца. Житель Каспийска попросил управляющую компанию предоставить реестр жильцов для проведения общего собрания. Однако компания требований не выполнила. Тогда гражданин обратился с жалобой в Госжилинспекцию республики. Выяснилось, что компания нарушила лицензионные требования. В итоге ее привлекли к административной ответственности. В России сократятся размеры парковочных мест. Таким предложением выступил Росстандарт. Это, как объясняют в ведомстве, поможет пересадить горожан из внедорожников на малогабаритные авто. Так, ширина парковочных мест уменьшится на полметра, а длина на 0,3. Вдоль трассы сузят до двух метров и укоротят до пяти с половиной метров. Дагестанец избран депутатом Верховной Рады Украины. Речь об уроженце Чародинского района. Кандидатуру беспартийного Мусы Магомедова выдвинула политическая партия «Оппозиционный блок». Дагестанец проживает в Донецкой области и работает гендиректором Авдеевского коксохимического завода. На выборах он набрал почти 65% голосов избирателей. В Дербенте состоялось очередное заседание Антитеррористического комитета республики. В нем приняли участие замуфти Ахмат Кахаев, министр по национальной политике и делам религии Энрик Муслимов, а также другие представители органов государственной власти. Говорили о профилактике экстремизма и терроризма, общественно-политической ситуации, а также о взаимодействии муниципальных органов с общественными и религиозными организациями в Дербентском районе. «Провели такой хороший разговор, честный, открытый, указали на результат, который имеется, отметили те положительные направления по профилактике экстремизма и терроризма. Это общая работа, которая делается всеми ветвями власти, общественными организациями, религиозными объединениями. Я думаю, что при проведении таких мероприятий во всех муниципалитетах мы достигнем определенного результата, потому что нам нужно исключить формализм при проведении таких мероприятий, а сегодня этого формализма не было». Участники мероприятия также обсудили и итоги деятельности комитета. Было отмечено, что благодаря совместной работе есть положительная динамика, но несмотря на результативность принимаемых мер, террористическая угроза в регионе, в частности в Дербентском районе, сохраняется ввиду существующих так называемых спящих ячеек. «Были времена, когда у нас взрывы открыты, эти и за спиной воевали против нас, и сегодня, как здесь озвучили, есть спящие ячейки, где проводят определенную работу против нас, и поэтому наша с вами работа, она должна более усиливаться, чем было раньше. Религиозные организации Республики Дагестан проповедуют гуманистические принципы, проводя большую просветительскую работу с наследием по вопросам профилактики экстремизма и терроризма. Представители духовенства единогласно осуждают любые проявления насилия и невежества». Цены на школьные принадлежности неумолимо растут, а малоимущим семьям все сложнее собрать детей в школу. Целью помочь ребятам достойно войти в мир знаний, благотворительный фонд «Инсант» проводит акцию «Собери детей в школу». О тех, кто нуждается и как им помочь, расскажет Абдул Алиев. Вот уже несколько лет фонд «Инсант» в преддверии нового учебного года проводит акцию «Собери детей в школу». В ее рамках проводится сбор денег для приобретения самых необходимых предметов для школьников. Портфели, тетради, ручки и другие концтовары детишки подопечных фонда получают от неравнодушных людей. Таким образом, с помощью фонда «Инсант» каждый год дети приступают к занятиям в полной готовности. «Для детей наших подопечных это очень большая радость, это для них праздник. Как мы знаем, мы очень много слышим, что много говорится о детях наших будущих. Но прежде всего, дети – это наши настоящие. От этой акции очень радостны бывают подопечные наши дети». Индира Давлид Мурзаева подопечная фонда и одна из участниц акции «Собери детей в школу». Одна своими силами, она воспитывает и обеспечивает четырех детей. Двое из них уже учатся в школе, но в сентябре в первый класс пойдет и младший сын. Эта акция, по словам Давлид Мурзаевой, окажет ей существенную помощь в подготовке детей к учебному году, так как самой ей будет трудно это сделать. «Это очень весомая помощь, потому что я, например, считаю, что для меня это очень большой вклад, потому что я сегодня, честно говоря, думала, даже уже по своей работе, ходя по городу, я захожу в какие-то магазины, ищу там приемлемые цены, потому что как-то… Сейчас и цены очень высокие на все. И троих детей, например, для меня одевать это очень тяжело. Думаю, для подопечных фонда это было бы очень… такой помощью, которая… Потому что не каждый может себе это позволить. На самом деле не каждый может позволить, и тем более не один. И я знаю очень многих подопечных фондов, у которых не один ребенок идет в школу, а идут несколько детей в школу». В прошлом году только в Махачкале с помощью акции удалось помочь собрать в школу более 400 детей. Этот год не станет исключением. Фонд «Инстан» объявляет сбор денег и призывает всех неравнодушных людей не оставаться в стороне и внести свой вклад в богоугодное дело. На ваших экранах реквизиты, на которые можно сделать денежный перевод, и номер телефона, привязанный к карте. Любая внесенная вами сумма поможет собрать нуждающихся детей в школу. Борец вольного стиля Магомед Аминт Бекбулатов выиграл юношеские европейские игры, проходящие в Баку. В столице Азербайджана 15-летний дагестанец представлял весовую категорию до 48 килограммов. В решающем поединке воспитанник школы борьбы Кайкента одолел соперника из Грузии. Добавим, Магомед Аминт приходится младшим братом известному вольнику, чемпиону Европы Ильясу Бекбулатову. Помимо золотой медали нашего спортсмена в копилке сборной России оказалась еще одна награда высшей пробы, а также два третьих места. Дагестанский боксер-профессионал Магомед Мадиев стал обладателем сразу трех чемпионских титулов. Накануне в Москве он одержал победу над Евгением Терентьевым. Этот яркий поединок средневесов прошел на Красной площади в рамках масштабного празднования Дня бокса. Соперники сразу прошли в жесткий размен и сохраняли высокий темп до финального гонга. Мадиев был чуть резче и атаковал чаще, что в итоге вылилось в его победу. Таким образом, дагестанский боксер завоевал титул чемпиона России, чемпиона Азии по версии WBA и Евразийского боксерского парламента. Помимо Мадиева, свои очередные профессиональные бои провели еще трое выходцев из Дагестана. Все они сохранили за собой статус непобежденных боксеров. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь на нашем канале и следите за развитием событий. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин